Всем привет, с вами я, Кристина Релит, и вы находитесь на моем канале, где мы открыто говорим на разные закрытые, щепетильные, табуированные темы, на которые не принято говорить в приличном обществе, а у меня на канале, конечно же, можно. И сегодня я поговорю с вами на такую популярную достаточно тему, которая широко сейчас обсуждается на всех просторах интернета, социальных сетях, эмоциональные качели. Это такая популярная техника манипуляций, которые часто используют последователи пикапа и абьюзеры, нарциссы. Что такое эмоциональные качели? Как это выглядит? Это когда вас буквально из одного состояния переносят в другое состояние, то есть должна быть разница в эмоции, когда тебе хорошо, когда тебе плохо. Например, сегодня вы общаетесь с девушкой или с моим человеком, абсолютно неважно, с кем вы общаетесь, и у вас все замечательно, все прекрасно, романтика, цветы, поцелуи, обещания, признания в любви. А на следующий день вдруг человек исчезает, или вы видите какую-то провокационную фотографию в социальных сетях, или же, например, человек как-то ведет себя совершенно отлично от того, как он вел себя накануне. И происходит такая раскачка из хорошо в плохо, радость, слезы, люблю, ненавижу. Вот такое эмоциональные качели. Для чего это используют? Для того, чтобы очень сильно подсадить на себя человека. Ну, здесь немножко надо определиться с понятиями. Я люблю понимать понятия, определять определение. Что такое подсадить на себя человека? Вообще откуда это взялось? Почему это используют? Вообще эмоциональная подсадка, она сротник тому, как человек сидит на каких-то запрещенных препаратах. То есть вот буквально не может слезть с предмета своей страсти, с предмета своего вожделения. Ну, а для тех из вас, кто хочет разбираться в глубинах, в тайнах своего подсознания и в загадках нашей с вами жизни, вселенной, подписывайся на мой телеграм-канал, где уже сейчас я выкладываю лекции, подкасты и статьи, которых нет больше нигде. Вообще любые манипуляционные техники, которые направлены на то, чтобы привязать к себе другого человека, они буквально направлены на то, чтобы человек просто начинал маниакально думать о предмете своей любви. И буквально сидел на нем вот как на игле, чтобы без общения с этим человеком, без звонков от этого человека, без сообщений, без какой-то даже вот крупицы внимания человеку становилось плохо. И он постоянно жаждал этого общения, хотел общаться снова и снова, искал возможности для встреч, делал что-то для того, чтобы другой человек продолжал уделять ему внимание и каким-то образом продолжал с ним коммуницировать. Поэтому все вот эти техники, все эти фишки, они, собственно, направлены на удержание другого человека, на удержание его внимания. Эмоциональные качели – это одна из запрещенных фишек, про которые часто говорят последователи классической школы психологии, о том, что это очень вредно и психика человека разрушается. Если вы чувствуете, что вас начали эмоционально качать, то нужно обязательно выходить из этих отношений, и все это, безусловно, так. Кстати, это одна из уже уст… блин, как я там говорила? Если ты хочешь понять, что ты older в пикапе, вот как раз эмоциональные качели – это именно та самая фишка, по которой можно понять, что ты уже далеко не в тренде соблазнения. Эмоциональные качели – это вот как раз та первая ступенька по чудесной лестнице под откос вниз. Как только вы начали применять эту фишку, это первый шаг к расставанию с человеком. Почему? Потому что действительно психика человека медленно, но начинает разрушаться. Каким образом? Таким, что вы подсаживаете человека на боль, на страдания, на то, что он должен обязательно получить вот этот вот заряд говна в своей жизни. И без этого человеку уже становится как-то некомфортно. Не потому что все любят страдания, как утверждают многие гуру и многие последователи пикапа, что вот это так, потому что женщина любит страдать. Или вот эмоциональные качели хорошо делать, потому что мужчины на самом деле все страдальцы, и всем нравятся трудности, всем нравится это все преодолевать, и нравится, когда женщина ебут мозги. Но на самом деле это все не так. Дело в том, что когда вы начинаете применять эту фишку, просто вы начинаете человека раскачивать, и за счет того, что у него разбалтывается психика, он уже не чувствует себя комфортно, когда у него эмоции в положении ноль. На самом деле комфортное положение, комфортное положение психики, как можно было так сказать? Комфортное положение психики. Нормальное состояние любого человека – это не пребывать постоянно в эйфории, в каких-то эмоциях плюс, когда нам очень радостно, или когда мы веселые, бодрые, и нам все нравится, и все так замечательно в жизни происходит. И не тогда, когда мы плачем, скучаем, страдаем, находимся в печали, в боли, в депрессии. То есть вот это две крайности. И эмоциональные качели, когда эту фишку начинают применять, смысл в том, чтобы дать очень положительные эмоции в плюс, и очень отрицательные эмоции в минус. Поэтому и происходит эта раскачка на разнице эмоций. Ну а для тех из вас, кто хочет разбираться в глубинах, тайнах своего подсознания, и в загадках нашей с вами жизни, вселенной, и подписывайся на мой телеграм-канал, где уже сейчас я выкладываю лекции, подкасты и статьи, которых нет больше нигде. Эмоциональная раскачка, она невозможна, например, если вы хорошо общаетесь, адекватно общаетесь, спокойно общаетесь, и потом вдруг резко пропали. То есть нет, ну как бы так это не работает. Должны быть какие-то очень яркие эмоции, и на контрасте происходит эмоциональная раскачка. Но как я уже сказала, это очень вредно, и это приносит только боль, страдания. Ноль психики, ноль ментального здоровья. Поэтому решать, конечно, вам. Применять дальше эту фишку, если вы уже начали это делать, или все-таки попробовать быть более экологичным, взрослым, осознанным человеком.